9 утра в регионе в эфире телеканал россия вести ульяновск с вами артём петров здравствуйте в начале выпуска главная тема инцидент как инструмент разрешения насущных проблем исполнитель решает эту проблему и он должен приложить отчетную информацию сообщить о том каким образом проблема удалось решить за прошлый год системы инцидент менеджмент зафиксировала более 16 тысяч жалоб ульяновцев останется небольшим но станет значительно больше здесь будет уже не 180 300 кресел театр юного зрителя ждет глобальная реконструкция продлится на три года и животворный пульс земли это же уголок в регионе продолжают приводить в порядок родники около 50 намечено благоустроить в этом году но вначале 17 тысяч компонентов вакцины спутник в поступила в ульяновскую область в ближайшие дни препараты распределят по пунктам вакцинации транспортировки вакцины предъявляют особые требования компоненты любят холод поэтому следить за температурой внутри контейнеров необходимо на протяжении всего пути там внутри специальные датчики стоят вот такие вот да термоиндикаторы там внутри датчики они записывают температуру все это время и вот мы на момент приемки видим какая температура по информации руководителя регионального минздрава дополнительно развернут пункты вакцинации в каждой территориальной поликлинике ранее в регион уже было передано почти 6 половиной тысяч доз препарата в спутник вип на данный момент вакцинацию прошло почти 6 тысяч ульяновцев из них 800 человек уже получили второй компоненты завершили вакцинацию полностью ежедневно прививку делают от 600 до восьми сотен жителей региона новейший компьютерный томограф заработал в областном центре специализированных видов медицинской помощи аппарат японского производства стоимостью 25 миллионов рублей позволяет медикам проводить высокоточную лучевую диагностику задние сутки прибор может совершать до двух сотен исследований это 60 человек которые нуждаются в оперативной постановке диагноза для этого 32 срезовый томограф оснащен автоматизированной цифровой системой обработки изображений и передачи данных а интеллектуальная начинка многократно снижает лучевой нагрузку на организм это особенно важно для пациентов заболевших короной вирусной инфекцией время построения изображения и время сканирования например головного мозга от 7 до 15 секунд время исследования всего организма например головного мозга и грудной клетки брюшной полосы кости таза занимает от 15 до 30 секунд то есть достаточно хорошо качество изображения достаточно высокая при этом новый аппарат будет работать параллельно со своим старым предшественником связано это с высокой нагрузкой на центры специализированных видов медицинской помощи в год здесь принимают более 40 тысяч пациентов высокоточная функциональная диагностика требуется для проведения плановых операций оказания экстренной медицинской помощи в двадцатом году нам удалось достичь снижение показателей смертности в результате дтпс по сравнению с аналогичным периодом 19 года эта цифра составила 7 и 7 процентов до 3 и 9 и как доложили главе региона центр нуждается в капитальном обновлении материальной технической базы ожогового отделения большая часть имеющегося медицинского оборудования изношена практически на сто процентов и не позволяет оказывать помощь по современным стандартам при финансовой поддержке полностью обновить оборудование планируют до конца 2021 года в регионе продолжают проверять рестораны бары и клубы с начала пандемии работать всем заведением общественного питания приходится в новых реалиях большинство предпринимателей добросовестно выполняют требования роспотребнадзора но есть и те кому закон не писан громкая музыка приглушенный свет игристые и легкие закуски на столах в самом центре областной столицы пир во время пандемии едва ли не ежедневные вечеринки в баре головная боль жителей дума в котором расположилась увеселительное заведение начиная с вечера кончая утром где-то они заканчивали обычно 4 5 утра и на протяжении всего это время то есть люди гадили можно сказать и прислоняясь к углу то есть и мужчины ездили куда женщины бегали заходили во двор там когда закрыли здесь помещение на них нам и написали жалобу они здесь закрыли стали через задник отпускать если одни вынуждены не спать до утра из-за повеселевших от напитков гостей то другие ставят под вопрос здоровья своих посетителей из-за пандемии клубы и рестораны перешли на новый график работы двери заведения должны быть закрыты после 23 часов вот только хозяева этого караоке бара видимо о требованиях подзабыли о них пришлось напомнить активистам разочарование ожидало активистов буквально на каждом шагу в акт пункт за пунктом вносили нарушения мы убедились то что системное ну и массовые нарушения антиковидного законодательства полностью отсутствует информация в уголке потребителя но и его немаловажный момент это отсутствие лицензий и право устанавливающих документов на реализацию алкогольной на ручную реализацию алкогольной продукции кстати от розничной продажи игристово предприниматели открещиваются по их словам десятки бутылок с говорящими названиями на этикетках пьют сами якобы работа нервная судьбу этого и многих других заведений нарушителей в ближайшее время предстоит решить правоохранительным органом ирина шмыгова вести ульяновск в ульяновской области все больше обретает популярность новая система инцидент менеджмент она отслеживает обращение жителей в социальных сетях только в прошлом году было зафиксировано более 16 тысяч жалоб и пожеланий от активных граждан каждый случай рассматривается индивидуально а вот что выходит в сухом остатке расскажет Эдуард Истомин Татьяна Некрасова трудится в участковой больнице в поселке имени Ленина ей часто приходится выбрасывать мусор но раньше она ходила к дальнему контейнеру было неудобно ну вниз туда спускали там контейнер мы там все конечно это очень нехорошо было там люди тоже свои мусоры жительница поселка написала обращение главе администрации района сделал это на его страничке в одноклассниках а чуть позже пришел ответ что до 1 февраля у вас контейнер будет все стоять как положено начальство могло и не увидеть пожелания местной жительницы но проблему до него оперативно довели через систему инцидент жалобу официально переадресовали в барышский район теперь хочешь не хочешь а ответ давать надо да безусловно система инцидент она сработала жители обратили внимание что у них давно нет контейнера мусорного вот и поэтому мы боевых обращений отработали этот вопрос а так выглядит работа службы инцидент ее патронирует центр управления регионом благодаря специальной программе по ключевым словам в соцсетях определяется проблемное сообщение затем их пересылают ответственным лицам дальше исполнитель решает эту проблему и он должен приложить отчетную информацию сообщить о том каким образом проблема проблема удалось решить чаще всего обращаются в контакте в инстаграме и эти обращения касаются благоустройства работа коммунальщиков и общественного транспорта кроме того из-за пандемии бывают жалобы по медицинскому обслуживанию а еще наличие лекарств в аптеках эдуард истомин денис миронов вести ульяновск из барышевского района и ульяновска конфликт завершился смертью женщина выстрелила из ружья в голову своему знакомому чп произошло в селе малая борла кузоватовского района 42-летняя женщина убила своего 37-летнего собутыльника во время ссоры возбуждено уголовное дело по статье убийство по ходатайству следователя следственного комитета женщина заключена под стражу расследование уголовного дела продолжается ульяновские родники ждет масштабное благоустройство в первую очередь облагородят те о которых заявили сами жители большинство из них используется для пополнения запасов питьевой воды за счет средств областного бюджета а это 2 миллиона 400 тысяч рублей на территории ульяновской области будет благоустроено порядка 22 родников за счет привлеченных средств в том числе средств работников лесного хозяйства будет благоустроено также порядка 25 родников кристально чистое не зеленее даже спустя неделя за водой без привкуса хлора виновке ежедневно выстраивается очередь ежеквартально город проводит замеры воды и по результатам замеров вода пригодна для питьевого водоснабжения родник сахарный планирует поместить в деревянный дом благоустроить лесные тропинки реанимировать лестницу для безопасного спуска к источнику для нины кондаковой это еще один повод вспомнить деревенское детство с колодезной водой сюда столько ходит людей нормально настроенных положительно но это же уголок богом данные просто вот особенно вот я считаю для меня потому что здесь такая красота источник приведут в порядок концу этого года всего в ульяновской области насчитывается больше трех тысяч родников кроме сахарного в этом году обустроит маришкин и белый ключ 34 ульяновская гимназия вновь на дистанционном обучении на сей раз карты спутал не мороз и даже не ковид-19 подозрение пала на другую инфекцию причиной тому стало посещение гимназистами столовой после которого они почувствовали себя неважно несмотря на инцидент учеба продолжается 34 гимназия славится победителями олимпиад а еще сильными педагогами в начале недели вышло распоряжение учеба в дистанционном режиме ирина светова дает урок по-русскому из своего дома педагог рассказывает о том как образуется слова с помощью суффиксов дети старательно вникает в новый материал наставника слушают внимательно пожалуйста давайте прочитаем то что написано на экране кирилл кондрунин ты можешь нам прочитать так считай кирилл суффикс ток всегда под ударением третьеклашкина зубок усваивает урок ирина евгеньевна ставит пятерки до четверки выходит что учеба на дистанции также может быть успешной хотя обошлись бы и без нее если бы не кишечная инфекция но вот к сожалению наступило такое время что ситуация у нас такая возникла в гимназии и как альтернатива дистанционное обучение конечно же это хороший вариант чем если бы дети просто сидели да и пережидали время они также получают знания они также выполняют домашние задания на дистанционке и сын ирина евгеньевна кирилл он также ученик 34 гимназии у третиклассника идет математика за сложением и умножением следят домашние питомцы но когда же можно вернуться в альма-матер на сегодняшний день принято решение до особого указания о том что дети будут обучаться в дистанционном режиме в гимназии купировали чп здесь прошла масштабная дезинфекция а еще экстренно провели родительские собрания необходимые инструкции получили и педагоги эдуард истомин алексей прохоров вести ульяновск большие перемены в небольшом театр юного зрителя ждет масштабная реконструкция старое здание изменится до неузнаваемости обновятся гримерки сцены и даже зрительный зал амбициозный проект в материале Пабло Игнатьева буфет легким движением превращается в производственные площади стесненные в квадратных метрах артисты вынуждены включать смекалку на счету каждый свободный сантиметр вот ровно в это пространство которое освободится с следующей декорацией мы должны уместить предыдущую декорацию и вот здесь вот никаких излишеств творческий замысел воплощается не только на сцене но и за ее пределами чтобы выйти к зрителю актерам еще нужно постараться удержать равновесие и не столкнуться за кулисами это вот такие секреты которые зритель не знает и не подозревает на сцене все красиво восемь человек в кринолинах но как они попадают сюда на сцену это вот определенное можно сказать приключение и очень сложная задача в старом здании нет приспособленных помещений декорации 20 спектаклей размещены в разных частях театра реквизиты сценические костюмы вот так по-домашнему сушатся в буфете на старом зрительском балконе тоже костюмерным причем эти костюмы из действующих спектаклей все остальное хранится в сундуках раритетный автомобиль не арт-объект а часть театрального имущества персонаж спектакля история одного похищения в свободное время подрабатывает экспонатом в фото зоне мы стараемся все вот моменты неудобства максимально обыграть и использовать так чтобы это принесло радости нам и нашим зрителям после масштабной реконструкции расширится не только производственные помещения но и творческие возможности театра трупы из 15 человек увеличатся втрое мы увеличим количество спектаклей которые театр выпускают создав условия мы можем расширить трупы которая тоже будет способна и больше спектаклей выпускать и мы сможем разнообразить свой репертуар спектакли которые они давно хотели показать уже ждут своего зрителя воплотить их раньше банально не было технической возможности артисты уверены сейчас все будет по-другому изменится даже зрительный зал и даже он будет в таких же цветах в таких же тонах но он будет существенно расширен здесь будет уже не 180 а 300 кресел грядущие изменения теперь уже не мечта проект готов к реализации проводятся конкурсы и торги определены объемы а главное источники финансирования более 509 миллионов рублей из них 337 миллионов это федеральные средства и остальные средства средства областные бюджеты в том числе 92 миллиона будут выделены в 21 году реконструкция растянется на три ближайших года с марта театр будет искать себе временное пристанище именно сейчас небольшой стоит на пороге больших перемен после ремонта для зрителей распахнутся двери в новое здание а для артистов откроются новые горизонты павел гнадьев сергей свешников алексей прохоров вести ульяновска это вести ульяновска и мы продолжаем выпуск все новые участники присоединяются ко всероссийской акции мы вместе тех кому в условиях пандемии сложнее всего в ульяновской области поддерживает караван добра тяжелый период показал как на самом деле много неравнодушных россиян готовых прийти на помощь яна федорищева убедилась вместе мы справимся эти фотографии из самых отдаленных районов области сделаны буквально пару месяцев назад до восьми часов пути и сотни километров за спиной семья васильевых уже не просто волонтеры на подхвате лидеры акции караван добра в первую поездку отправились задолго до пандемии шесть лет назад эмоции не отпускают до сих пор в первый караван добра мы с мужем отходили достаточно долго примерно неделю мы не могли понять что происходит было тяжело на душе и сидишь и понимаешь то что ты сегодня пришел сегодня ты бабушка улыбнулась а завтра ее может быть уже казалось бы самые обычные продукты а для ветеранов и одиноких пенсионеров оказавшихся в заперти за сотни километров от города это неоценимая поддержка собрать волю в кулак и пожертвовать самым ценным временем и силами решилась и семья буза веровых им сегодня аплодировали стоя сегодня они получили благодарственные письма от губернатора а уже завтра вновь отправиться на выезд волонтерами ситуация с распространением ковид-19 пока остается сложной хэштег мы вместе как метка по которой люди могут найти друг друга и объединиться для помощи всем нуждающимся на горячую линию за дня в день поступают тысячи просьб и почти за каждый стоит одиночество только за время пандемии волонтеры на машинах развезли свыше четырех с половиной тысяч посылок с товарами первой необходимости отправляться в самые отдаленные труднодоступные уголки ульяновской области для того чтобы помочь людям которые находятся в беде различной помощи кому-то привезти вещи кому-то продукты кому-то съездить для лекарства волонтерские штабы не первый день объединяет добровольцев в 12 муниципалитетах города еще три новых представительства начнут свою работу сегодня именно эти учреждения это профессиональные учреждения они станут центром протяжения волонтеров в конкретном районе куда можно будет приходить встречаться с ребятами обучаться помогать им вовлекать жителей в добровольческую деятельность не только студентов но также школьников и людей старшего поколения стать волонтером и присоединиться к акции может каждый пройти регистрацию необходимо на портале добро.ру плюс 8 тысяч новых добровольцев подарил ульяновску непростой 2020 и кажется это и есть он настоящий гражданский ответ в условиях пандемии яна федорищева и сергей свечников вести ульяновск теперь о большом событии для поклонников лент мечей булавы в ульяновске к торжественному открытию готовится дворец художественной гимнастики на огромной территории а это более десяти тысяч квадратных метров появится зал хореографии два тренировочных и один демонстрационный зал с неповторимой акустикой завершилось строительство гостиницы и столовой на подходе многофункциональный реабилитационный центр здесь можем проводить полноценные тренировочные сборы заявки уже причем от команд преск федерального округа уже поступают в целом может заниматься порядка 600 детишек будет 39 трениров работать на этой базе поэтому зал будет загружен с утра до позднего вечера сегодня особое внимание приковано к до сих пор неопределенной дате торжественного открытия спорткомплекса напомню запланированную на январь церемонию в связи с пандемией перенесли на неопределенный срок что я тогда приехал опять смотреть то что 300 раз смотрел дайте мне конкретно вот когда я так сказать хорошо с уроками дайте когда так сказать там оборудование будет стоять когда так сказать здесь люди идут сюда сюда уже сколько можно ориентировочно праздник спорта состоится в мае этой же весной завершится подготовка проектно-сметной документации уникального для области спортивного интерната на базе училища олимпийского резерва появляется зал замечательный зал с двумя спортивными площадками с болельщиками с современным оборудованием с современными раздевалками кроме того в центре спортивной жизни для сотни студентов появится общежитие и площадка для проведения международных соревнований WorldSkills проект нового здания уже готов многофункциональную альма-матер для будущих чемпионов оценили в 300 миллионов рублей технологии на службе науки в национальном парке Сенглеевские горы установили специальную видеокамеру которая позволит следить за гнездом орлана-белохвоста его называют одним из самых крупных пернатых хищников размах крылья взрослой особи превышает 2 метра и вот теперь орнитологи могут наблюдать за жизнью птицы тем более что практически всю зиму орланы-белохвосты проводят в нашей полосе что касается самой камеры она конечно меньше чем допустим вот ваша камера вот как стандартная камера такая цилиндрическая вот птицы ее конечно замечают замечают но по большому счету внимания на нее не обращают важные условия чтобы рядом с этой камерой не находился человек камеру установили в декабре при этом из-за обильного снегопада уже приходилось менять солнечные батареи которые питают камеру они расположены отдельно от нее вдали от гнезда к слову это не первый подобный опыт ранее при помощи камер ульяновские орнитологи наблюдали за гнездами солнечных орлов и филинов вот такое наблюдение этих осторожных птиц оно практически невозможно в природе человеку даже дистанционно с помощью биноклей все равно птицы боятся улетают вот а когда стоит камера и птицы привыкают и не боятся мы конечно видим самые интимные подробности это очень интересно мы видели из отношения самцов и самок как они между собой как выяснилось у них очень четкое разделение обязанностей ученые намерены следить за жизнью орланов белохвостов не менее одного года главное чтобы не подвела техника иначе наблюдения будут прекращены ведь придется подниматься на уровень гнезда птиц а это может спугнуть их ну и наш выпуск на этом завершен до встречи на канале о России сегодня в Ульяновской области ожидается облачная с прояснениями погода местами небольшой снег атмосферное давление будет слабо расти ветер юго-восточный и слабый до умеренного температура воздуха днем по области от 4 до 9 градусов мороза в Ульяновске минус 6 минус 8 до сих пор в Ульяновске в Ульяновске до сих пор